Продолжение следует... В заграницу, желательно подальше, где другая культура. Наступает культурный шок от того, что вы видите, что можно жить по-другому. От того, что вы видите, что то, что вы считали непристойным безобразием, в другой культуре считается нормой. И наоборот, то, что у нас тут считалось нормой, в другой культуре может считаться вообще неприемлемым. Мы этого не выбираем, поэтому мы все родились с определенными твердынями в головах. Мы пошли в детский сад, в школу, это все насаждается, насаждается, насаждается. Но что мы можем выбрать? Мы можем выбрать, какой образ мышления у нас будет, когда мы вырастаем. То есть, когда я становлюсь уже взрослым человеком, я решаю, какой у меня будет образ жизни, а не культура, не общество. Но опять же, я могу поддаться и сказать, пусть за меня все решат, я в этом живу. Поэтому нет ни одного человека на земле, который не был бы соединен с духовным миром. Духовный мир и физический переплетены очень тесно между собой. Они не могут существовать друг без друга. Это не то, что там где-то сидит дух на престоле. И иногда он так думает, а давай навредим Роме и его семье. То есть, вдруг вспомнили, да, или этому Роме, или этому. Два Ромы, смотришь, врата прямо тут. Нет, мы с ними, с этими духами настолько связаны, как одно тело просто, с духовным миром. Одна разница в чем между духовным миром и физическим. Физический мир видим, а духовный не видим. Физический мы можем видеть, духовный нет. Поэтому плотской человек, он сосредоточен только на видимом мире. Духовный же видит мир невидимый. То есть, невидимый духовный мир такой же реальный, как и наш физический. Человек одинаково, реально живет в обоих мирах. Но плотской ум не способен это осознать. А мы имеем ум Христов. Поэтому можем уже это видеть. Плотской человек сфокусирован только на физическом мире. Но духовный и физический мир органически дополняют друг друга. Поэтому вы слышали, что есть престолы, есть господство, есть начальство, есть власти. Они находятся где-то в духовном измерении. Кто-то это называет поднебесье, кто-то называет второе небо, кто-то называет просто духовный мир. Но они находятся в невидимом для нас мире. Но они не где-то там в космосе, на Юпитере сидят и иногда к нам спускаются. Мы с ними переплетены. Мы переплетены со всем духовным миром, не только с хорошими. Или только с плохими. Поэтому, когда мы говорим о взаимодействии с ангелами, да они служебные духи для нас. Посланы. Мы с ними взаимодействуем постоянно. Сейчас шла хвала. Они не стояли где-то в стороне. Они участвовали в этом. Мы через них, ох, это, ну ладно, мы через них, как входим, взаимодействуем. То есть, как это назвать? Ну вот, есть рычаг коробки передач. Я его тут нажимаю, а там пошел процесс. Понимаете? Вот что такое ангел. Мы взаимодействуем с ними. Естественно, мы это делаем. Но процессы пошли в духовный мир, невидимые для нас. Вы что, видите, что происходит, когда вы давите на кнопку? Вы пришли домой в выключатель, щелк, а там пошел процесс. Замкнулись какие-то контакты, сети, провода. Все пошло работать. Поэтому мы с духовным миром вот так вот органически отрежь сейчас вот любого из нас от престолов, от господств, от начальств, от властей. И мы сдохнем мгновенно. Человек не может существовать без них, без духовного мира, без соединения с ним. Поэтому любой из нас, каждый человек, хотим мы этого или нет, абсолютно каждый человек соединен с престолами, которые сейчас во многом занимают начальство и власти. Поэтому и в Ефесянам 3.10 и написано, дабы ныне садилась известная через церковь. Поняли принцип? Через церковь. Начальство мы властям в невидимой сфере. Многоразличная премудрость Божья. Если бы это где-то, эй, 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 соберитесь, сейчас я вам что-то покажу. Нет, то мы с ними соединены. Все, что с нами происходит, отражается на них мгновенно. Поэтому их роль в этом, она действительно очень важная. Они не просто случайные зрители. Потому что иногда думаешь, зачем они вообще нужны? Почему они занимают такую важную роль? Вот так Бог установил. Но надо помнить то, что престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Они существуют для него, как и мы. И придет момент, когда небесное и земное соединятся под главой Христом. Человек не может жить на земле без этого соединения. Так устроил Господь. Мы не можем жить, не будучи присоединенными к престолам и господствам. Не взаимодействуя с начальствами и властями. Это твердая пища, но ее будет немного. Это как хумус, его много не съешь. Если вы ели когда-нибудь настоящий хумус. Но он очень полезный. Человек не может. И у нас есть выбор только в том, какую мы позицию занимаем по отношению к начальствам и властям. У нас нет выбора, взаимодействовать с ними или нет. Так устроен мир. Итак, мы можем быть у них в рабстве, потому что они сегодня на этих престолах сидят. А престолы эти, ну сейчас я скажу. Быть у них в рабстве или вести с ними брань. Ефесянам 6.12. Наша брань против начальств, против властей, против мероприятий и тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. То есть у нас, как у церкви, нету нейтральной зоны. Вообще у любого человека нету нейтральной зоны. И если мы игнорируем их, находимся в неведении, мы у них под контролем. Не всегда я могу точно осознать, что я сейчас противостою начальствам и властям. Но сейчас вы поймете. Но или как позиция живого, рожденного свыше человека, это брань. Вы в каких отношениях с женой? В бране мы. Бранимся мы. Ну или каких вы отношения? Во вражде мы по отношению к ним. Я с ними не согласен. Помните, как Шариков? Ну что, вы прочитали переписку там Энгелеса и что вы думаете? Да не согласен я. А с чем именно, позвольте узнать? Да с обоими, да? С кем? С обоими. Я не согласен с ними. Хоть не до конца еще понимаю, с чем, но я не согласен. Игнорирование их и этого факта или невежество в этих вопросах часто приводит к позиции рабства у начальства властей. Часто приводит к тому, что я живу их образом мыслей, которые они поставляют людям на земле. Потому что есть мудрость земная, которая написана, Павел говорит, это мудрость начальства властей века сего. И есть премудрость Божья небесная, которая должна в нас открыться. То есть это другой образ мыслей. Мы были рождены и воспитаны в образе мыслей земных начальств, то есть вот этих демонических начальств и властей. Земной образ мыслей, мудрость, земная, душевная, бесовская. Но мудрость, но бесовская. И вот, смотрите. Сейчас постепенно вот я сюда хочу зайти. Именно наше мышление, послушайте, пожалуйста, держит начальство и власти на престолах. И создает ту реальность, по законам которой мы с вами сегодня живем. Поэтому, когда я говорю, да я в этой стране живу, здесь все так живут. Здесь невозможно не воровать. Здесь невозможно платить налоги. Здесь вот это, вот это. Вот надо хитрить, юлить, обманывать. Надо грубить. Не будешь грубить, сядут на голову. Знаете, вот эти вот образ мыслей. И в этой реальности мы живем. Идешь, вляпался по колено в грязь, пока шел к машине. Да нормально, но мы же в России там или на Украине. Тут нормально грязь. Когда мы приехали в Южную Африку и сняли обувь перед входом в дом, на нас так смотрели. Говорят, а что, зачем? Мы не снимаем тут обувь. Почему? А зачем ее снимать? Они сидят в обуви на кроватях. Вы видели фильмы американские, где они на кровать в обуви садятся? Это не понты и не бескультурия. Это норма жизни. Потому что там чисто. На улице чисто. Попробуйте здесь такое провернуть. И когда мы приехали толпой в гости в Керчи, в одну семью, и эти все африканцы заперлись в обуви, и один сел на стул и ноги в своих ботинках на стол положил, журнальный. И сидит, ну ноги затекли, он расслабляется. И вот эта тетя Маша наша, хозяйка, ну ковры, понимаете, ковры. И она, я вижу, что она сейчас взорвется. Ее так отвели в сторону. Попросили не взрываться. Но это был разрыв, понимаете. Вы что? Вы что припухали? Я тут горбачусь, мою полы, пылесось. Куда? Да? Заходи. Куда в обуви? А ну снял. Почему? Да потому что грязь вокруг. Здесь в обуви начнем ходить, мы в грязи начнем жить. И вот мы думаем, а что, ничего не поменяешь. Я же не могу пойти и ямы все заделать. Вот это где? Вот это где? И что мы видим сегодня, друзья? Дороги исцеляются. Представляете? Улицы делают там, ну на наших глазах, где они не делались по 50 лет, наверное. И сегодня, вот мы сделали у нас возле дома недавно, ты идешь по чистой дороге. Я иногда в бахилах ходил до машины, представляете? Когда у нас не было воды, я выходил с лужи набирать ведро. Такие лужи хорошие были, глубокие. В центре города, во дворе я набирал ведро, чтобы смыть унитаз хотя бы. С ковшичком сидел. Нету луж, все. Воды не будет, проблема. Уже. И я сидел набирал, ну как-то мне не казалось это чем-то непонятным, странным. В центре такого современного города можно выйти и начерпать воды с лужи. Грязный, чтобы смыть унитаз. Грязный. Итак, именно наше мышление держит начальство и власти на престолах. И создает ту реальность, по законам которой мы живем. Ломать сознание, как это правильно сказать, твердыни в сознании самое тяжелое. Бесов легче выгнать. Больным исцелиться легче. Принять верой чудо, чем изменить мышление свое. Именно наше мышление держит их на престолах. Мы их никогда не сбросим молитвой. Во имя Иисуса мы идем против тебя, дух над Москвой. Нет, нет. Это бесов. С бесами можно так общаться. Но начальства и власти свергаются только путем изменения мышления человека. У меня поменялось, у тебя, у тебя, у тебя. И они начинают слабеть, их хватка начинает теряться. Потому что если мы живем по их правилам, мы всегда будем в хвосте плестись. Мы всегда будем догонять этот мир. Мы будем радоваться с миром и плакать с миром. Как одно целое с ним. И именно через изменение мышления начальства и власти сбрасываются с престолов, которые они занимают. И вот 2 Коринфянам 10.4. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение. Чего? Тверды. И там написано. Имя не спровергаем. Что? Замыслы. Замыслы. Да? Имя не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. Давайте прочитаем это. 2 Коринфянам 10.4. Быстро. Имя не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Бога. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание. Когда ваше послушание исполнится. То есть, духовная война, вот в этом разрезе, она идет, как еще Дарих Принц учил. Разум поля битвы. Разум поля битвы. Разум поля битвы. Вот почему в вечном замысле Божье и начальство власти играет одну из центральных ролей. Буду заканчивать. Вот самая соль. Образ мыслей человека. Мысль, скажите, ее можно увидеть? Можно разрезать мозг и достать мысль? Нет, она духовна. И Яков пишет, вооружитесь мыслью. Вооружитесь мыслью. Мысль духовна, но никто из нас не скажет, что ее нет. Вы сейчас думаете о чем-то? Кто-то думает о котлетах, о сломанном кране, что думаешь, не затопит ли. Ну, где эти мысли достать? Или было бы так, знаешь, приходишь, Витя приходит. Юра, такая мысль задолбала уже, убери ее. И я так сухо там, да. Все. Ой, это аж попустило. Ну, мы не можем ее увидеть. Мы не можем с ней взаимодействовать физически. Физически. Но, да, когда слышишь, вера от слышания. Слышишь, формирование мышления. Так вот, образ мысли человека, где он находится? Ребята, где находится наш образ мысли, наше сердце? Где оно? Здесь его нет в физическом теле. Оно в духовной сфере. Оно не внутри нас, наш образ мыслей. Где сердце? Где, потому что помыслы в сердце, это не вот это сердце, тук-дук-дук-дук, бьется. Это и есть образ мышления, наше сердце. Какое сердце, так живем. Каковы мысли в душе его, в сердце его, таков и он. Так вот, где он находится? Знаете, где? Образ мысли человека находится на престолах в духовном мире. Не просто валяется где-то или летает. Что это? Это мысли. Он на престолах. Сейчас дальше. Опять же, это все очень притчами. Там, на престолах, в духовном измерении, его природа. Природа наших мыслей, наш образ мышления. Кто им рулит сегодня? У кого в руках руль, штурвал? Нет, неплохо. Проблема всегда в том, кто у руля. Не в машине проблема. Мы говорим, я говорю, на BMW ездят одни там. Да, да люди ездят, BMW ни при чем. Те, кто сидит за рулем, они тупят. Так вот, образ мысли человека находится на престолах. Там его природа. И по сути, вы слушаете, по сути, образ мысли человека – это и есть эти престолы духовные. Это не какой-то трон. И там лежит в углу наш образ мыслей. Наш образ мыслей и есть трон. На котором сегодня находятся начальство и власть. Как важно. Почему вот это МГУ в этом разрезе, вот это учение, послание, вы помните, за систему образования. Почему они так бдят над тем, чтобы мы мыслили, как им надо. Потому что это их жизнь, их судьба. И вот, престол, на который воссядет Господь, должен быть сформирован. И это мышление его невесты. Он точно так же антихрист. Цель не в том, что он сел где-то в Иерусалиме, свою жопу посадил на стул конкретный. Это образ мышления людей. Это тот трон, на который сядет антихрист и на который воссядет Христос. Да, мы храм, мы этот престол, сегодня он формируется. И я вижу, что невеста уподобляется ему по мере познания его. Сегодня, вот, большой, большой акцент на, ну, смотрите, Иисус пришел и увидел, что они как овцы, не имеющие пастыря. И, сжалившись над ними, сел и учил их много. Мы читаем Евангелие, ну, Деяние Иисуса, да, 4 Евангелия. Так вот, там то, что он учил, подчас занимает намного больше, чем то, что он делал даже. Он делал чудеса. Но Евангелие – это не перечисление чудес. Мы читаем очень много. В английской Библии поступили еще круче. Они, все слова Иисуса, красным выделены. И у них вот даже есть вот это выражение «letters». То есть, красные буквы – это то, что говорит Иисус. И мы можем видеть, что этих красных прямой речи Иисуса очень много, особенно в Евангелии от Иоанна. Где там почти мало что рассказывается из его физических дел, сколько учения, 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 слово, слово, слово. И он их формировал, их мышление. Поэтому, когда мы говорим, всякие горы долго наполнятся, горы понизятся, кривизны выпрямятся, неровные пути станут гладкими. Это о чем речь? О аравийской пустыне? Нет. Где камни эти убирать? В сознании. И мы видим, видите, где мы живем? Мы живем во время, когда YouTube, интернет и влияние колоссально идет через виртуальную вот эту структуру. Люди пишут, когда вот эти, я заканчиваю, сейчас, Олег, ты готов? Люди пишут, вот, ну, ты думаешь, вот это вообще новости, там, Корея. Мы в Корее слушаем. Я побоялся спросить, в какой. Думаю, меньше знаешь. А то потом позовут, так, что там вы в Северной Корее, там. Тема, ребята, когда-то у нас был сайт о духовной войне, помните? И на этом сайте такая была, как его назвать, виджет такой, где карта мира и показано, с каких точек заходят люди. И я помню, я ее развернул, смотрел, думаю, смотри, столько со всего мира заходят. И вот одна точка в океане просто была. Я по карте смотрю, да нету ничего там, ни острова никакого. Просто точка в океане. И с нее постоянно заходили, там можно было смотреть. И я подумал, нет, в одном и том же месте, понимаешь, если бы моряк плавал где-то там. И я понимаю, мы много чего не знаем, где нас смотрят. Ну, представляете, какая возможность? Ты записал, выложил, и оно полетело вообще по всему миру. Я заметил, что стали люди заходить смотреть вообще левые. Ну, мы-то публика своя все понимаем. Левые, там мантры какие-то у них-то. Да, мантры, это все работает. Ну, как, каким боком? Ну, и туда заходит. Я бы попал когда-то туда, к этим мантрам. Я не знаю, где они находятся даже. Как их искать? Дебора говорит, эти заходят, как они? Иудейские? Нет. Ну, не Бхагавад-Гид, а как у них? Их учение еврейское. Каба, каббалисты заходят, смотрят. Ходят, смотрят и пишут потом. Дебора это ей писали. Говорит, смотрели Крюковского, Кузьмина. Хорошие ребята. Хорошие, да. А откуда они это знают? То, что говорят. Ты им рассказала. Потому что это тайное знание каббала. Они никого не пускают туда. А Дебора ничего не рассказывала. Им дух святой все показывает. Поэтому я так удивляюсь, что как Остап Бендер, который играл в шахматы и не знал, что он играет какую-то крутую партию. Ну, вот такое вот, вот такое вот формируется престол. Господь мог бы прийти в Иерусалим в любую секунду и сесть на любой трон. Ему не нужен физический трон, понимаете? И Антихристу он не нужен 300 лет. Садись куда угодно. Постройте любой храм, готовый. Никто не придет, пока мышление не будет сформировано. Антихрист сядет на мышление людей. Вот этот трон, который ему нужен. Ему не нужно слепое поклонение. И Господь придет не за какой-то... Иисус пришел, а мне в магазин надо было. Помните, вот как этот фильм «Остров», где священник молился, исцелили мальчика. Его, говорит, покрестить надо, говорит, мне на работу завтра. Вот это образ мышления такой. Не за такой невестой Господь придет. Аминь. Господь, пусть открывается Твоя глубина, Твои тайны, и пусть через Твою церковь, Твою невесту соделается известной начальством властям на небесах Твоя многоразличная премудрость по Твоему предвечному определению. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты действуешь могущественно внутри нас, преображая и уподобляя Себе во всем. Мы поклоняемся Тебе, кто есть и был и грядет снова. Аминь. Аминь. Аминь.